На батуче затянуло, мабуть буду дождь. Мата пивня зарубыла, мабуть буду борщ. Кубанский красный борщ. Прикуску с чесноком и галушкой. Давайте приготовим. Хороший борщ. Ну что, из продуктов нам понадобится курица. Мы всегда готовим борщ на курице. Нет, ну почему? Борщ можно готовить абсолютно на любом мясе. На говядине с костями, на свинине. Сутки очень вкусные, борщ наваристый. У гусятина тоже годится на любом мясе, которое с костями. Давай мясо! Давай мясо! Хочу отдельно сказать про пастернак. Это не пастернак, а корень пастернака. Это особенность кубанского борща, в отличие, наверное, от других борщей. На Кубане очень часто добавляют корень пастернака в борщ, потому что он придает такой своеобразный, приятный, приятный аромат. Еще хотела отдельно сказать про свеклу. Вот она, да. На Кубане добавляют борщи, свеклу, именно столовую. Вот ее отличие от такие вот беленькие прожилки. Такой бурячок. Да, буряк, как говорят на Кубане. Или бурак, даже говорят. А вот в отличие от винегретной свеклы, здесь нет белых прожилок. Он насыщенный цвет. Но здесь даже чуть-чуть какой-то другой вкус. А винегретная свекла, она больше сладости придает борщу. Так еще у нас есть чеснок, укроп, картошка, морковка, лук и сладкий перец, капуста. Котик, вот мы еще забыли про помидоры. Какой же борщ кубанский без помидоров? Мы сегодня будем готовить самый-самый такой летний борщ. Это из свежих помидоров. Причем, неважно, если где-то они были подпорченные, вот как я обрезала, это все идет в дело. А главное, чтобы они были красненькие, спеленькие. Вот мы ставим бульон, то есть мы мясо кладем в холодную воду. Пока будет вариться бульон, мы добавляем лавровый лист, мы его потом вытащим в конце. Добавляем вот такой вот лучок. Видите, домашний какой он, синенький, красивенький, ароматный. Ну, это тоже вот домашний, но уже белый. А лук резать не надо. Да, мы его потом вытащим. Все, и ждем, когда это все закипит. Ну, вот закипел наш бульончик. Мы его в первый раз открыли. Увидели, какой он здесь красивенький. И что, уже пена собралась. Да, и уже собралась пенка. По-простому. Обычная ложка соберем эту пенку. Слышишь уже, как пахнет вкусно? Пахнет. Все, и мы теперь уменьшаем огонь, чтобы это не бурно, а на умеренном огне все теперь варилось. Добавим соль. Чтобы наше мясо в соленой водичке уже варилось. Добавляем, вот когда закипела водичка, наши помидорчики. Прямо вот так вот целиком в кожуре, какие они есть. И теперь на умеренном огне это все поварится. И будем потом опять белку снимать. Тем временем мы очистили все овощи, ну, кроме капусты и помидоров. И опустили их в воду, чтобы они не потемнели. И сейчас будем их нарезать. Вот мы свеклу порезали тоненькой вот такой соломочкой. И добавляем сюда мелко-мелко нарезанные две луковицы. Перемешиваем. Добавляем соль. Прямо вот так хорошо помнем, помнем. Все это потом мы добавим. Борщ будет очень ароматно, очень вкусно. Все, чуть-чуть оставляем. И продолжаем нарезать все остальные овощи. Ну, вот у нас уже где-то час поварился бульончик. Видишь, все помидоры уже сварились. Даже лопнули, ничего страшного. Теперь мы их вытаскиваем. Или в сито, или просто в дуршлаг. Мы потом их будем протирать. Вот мы вытащили все помидоры. Да, они должны остыть помидоры. Потом мы будем их протирать. Будем вытаскивать курицу. Все, видите, курочка уже сварилась. Какая вот она красавица. А бульончик смотри какой. Желтенький, наваристый. Все, вот этот лучок, который мы бросали целые ушки, теперь легко вытащить. Опа. Вытаскиваем его, выбрасываем. И будем сейчас продолжать далее варить наш борщик. Лавровый лист тоже выбрасываем. Все, вот мы вытащили. И мы сейчас будем добавлять нашу свеклу и картофель. Вот видишь, она пустила такой сок. Его не нужно даже так вот чуть отжать. Добавляем наш борщ. С лучком. Сейчас пойдет такой аромат вкусный, привкусный. Именно борща. Так вот, мы порезаем картофель. Добавляем, прибавляем чуть-чуть огонечка. И все это у нас сейчас будет вариться, закипать. Вот как поступить с мясом, которое варилось в борще. Несомненно, его можно оставить в этом борще. А можно достать вот так, как я сделала. Вот смешать чеснок, соль, перец. Хорошо сюда добавить адыгейскую соль. Она очень ароматная. И вот мы сдабриваем эти порционные кусочки. Сейчас крышечкой накрою. У кого нет крышечки. Вот так вот стихнуть и дать постоять. Протониться. И потом это будет очень вкусное мясо. Вот проварилась наша картошка вместе со свеклой. Добавляем теперь пастерначок наш. Вот он такой беленький, ароматный. Слышишь, как пахнет? Морковь сюда добавляем. Тоже соломкой нарезанная. Все это варится потихонечку. Ты видишь, да, что свекла столовая, она тоже окрасила. Видишь, такой розовый, розовый цвет. Но он не прям насыщенный. Да, но это не бордо, который дала бы винегретная свекла. Он сейчас поварится, вообще уйдет. Ну, пока варится наш борщ, сделаем зажарку. Хотя хочу сказать, что зажарка это тоже дело на любителя. Потому что, например, моя мама и бабушка не делают зажарку. Но, в этом случае, обычно на хуторах, на Кубани, борщ заталкивает салом соленым. Ну, у нас сейчас такого сала с тобой нет. Поэтому мы сделаем зажарку. Чуть-чуть прижариваем лучок, который у нас остался. Не надо, чтобы его было мало. С луком борщ уж точно не испортишь. Наш лучок чуть-чуть поджарился. Не нужно, чтобы он сильно был поджарен. И добавляем наше томатное пюре. Сейчас чуть-чуть буквально поджарится. А вот покажи, борщ покраснел. Да, особенность свеклы-то столовой. Что в процессе варки розовый цвет этот уходит. Видишь? Он становится красненьким. Каким и должен быть кубанский борщ. Добавим уже болгарский перец. Он очень быстро варится. Поэтому его в самом конце нужно добавлять. Ну, тут зажарку нужно прогреть, я думаю. Да, просто прогреть. А что здесь поджаривать-то? Лук готов. Помидоры тоже уже готовы. Вот, красотень. Ну, почти к финалу пришли мы нашего кубанского борща. Добавляем капусту в самом конце. И укроп. Да, и укроп. Еще насчет чеснока. Я, конечно, безмерно уважаю Константина Ивлева, который в одной из своих передач где-то там пробовал борщ и сказал, чесноком не пахнет, что это за борщ. Я не знаю. Я не встречала, чтобы в кубанский борщ сразу добавляли чеснок. Ну вот, мы добавили капусту. Буквально вот 5 минут проварилась эта капуста. Я уже выключила нашу кастрюлю. Сейчас отставлю. Борщик настоится минут 10-15 хотя бы. И он уже будет готов. Какой же кубанский борщ без галушки? Это такой хлебный продукт, который едят с борщом вместо хлеба. Итак, стакан кефира. Добавляем пол чайной ложки соды. Вот, ну и шпиной все взялось. Добавляем стакан сметаны. Вот мы все это перемешиваем хорошенечко. Добавляем соль. Прямо так не жалеем. Два яйца. Столовую ложку растительного масла без запаха. И муку добавляем. Сколько? Ну, не знаю, сколько. Чтобы это... Отличный рецепт. Не жидкая была. Так, вот такие галушки у нас получились. Мы добавили в тесто еще муке. Но не должно быть жидким. Но и крутым тоже не должно быть. Такое достаточно мягкое, но все равно плотное. Я взяла воду, закипятила. Бросила туда 3 бульонных кубика. И вот опускаю наши галушки. Буду по 2 их варить. Обязательно потом нужно помешать и накрыть крышкой. Потому что они сейчас будут увеличиваться в размере. Вот 20 минут поварились наши галушки. Видишь, они увеличились в 2 раза. Прямо еле уже помещаются. Нужно было в течение этих 20 минут вот так их переворачивать, чтобы они с обеих сторон проварились. Все, мы их вытаскиваем в отдельную чашку. Оставшиеся 2. Также варим. И эти как раз остынут. И вот что у нас получилось в итоге. Борщ мы едим в прикуску с вареной курицей, с галушкой, чесноком и перцем. Но это для особо смелых. А я люблю иногда еще и сало подрезать. Ну и сам по себе борщ дуже смачный. Так что готовьте, кушайте и приятного аппетита. Вот, все.